Около Ракария закрыла забор полностью клематисами. Им уже 8 лет. Клематисы первые 2-3 года разрастаются у клематисов корневая система. И поэтому не ждите первый год после посадки огромных вот таких вот плетей, которые закрывает весь забор. Делайте большую яму, полметра на полметра практически, сажайте клематис в хорошую смесь, естественно ухаживайте, и главное, корневую систему клематисов надо закрыть. Впереди можете посадить однолетние цветы, где солнечная сторона, кустарники, или как в моем случае, посмотрите, в Ракарии я закрыла тканью и камнями. То есть корневая система не любит яркого попадания солнца. И надо их прикрыть, впереди что-то посадить. Или я вот, я говорю, я камнями укрыла, и поэтому клематисы здесь зимуют уже 8 лет. Также на сетке, сетку снимаем, уложили, сверху спонбондом закрыли, 60-кой, даже один слой, и они зимуют, весной поднимаем, вешаем снова сетку, какие-то ветки, если подсохли, мы их убираем, и все, и весь этот уход. Подкормка, обязательную подкормку мы делаем осмокотом весной, один раз. Осмокот, я считаю, очень хорошее удобрение для ленивых. Ответает, убирайте, чтобы они не уходили в семена, и они снова будут свистеть. Я хочу, чтобы они прям дошли до балкона. Представьте, вот эти три таких столба будут цветущих клематисов. Здесь два сорта, видите? Здесь вот эта вот ветка, посмотрите, вот это все прекрасно зимует. Здесь три куста клематиса получается. Шикарный, да?